В июне прошлого года в ЖК РФ были внесены серьезные изменения. В законе появилась новая 161-я статья под названием Совет многоквартирного дома. Что это дает? Отныне в практику вводится новый институт управления многоквартирным домом. И институт этот должны создать сами собственники жилых объектов. Это программа «Мой дом, моя территория». Сегодня поговорим на тему создания Совета многоквартирного дома. На создание Советов многоквартирных домов дали срок – один год. Он истекает 17 июня. При этом исполнение данной статьи ЖК носит не рекомендательный характер, а обязательный. Другими словами, до июня этого года в каждом многоквартирном доме обязательно должен быть создан подобный совет. Как выбрать совет дома? Зачем он нужен? Его функции? Обсудим эти вопросы с гостем сегодня в студии президент Ассоциации управляющих компаний Елена Котова. Елена Юрьевна, в принципе, период для создания Советов многоквартирных домов остался сравнительно небольшой. Кому сейчас стоит особо поторопиться? И вообще, всем ли домам нужны такие советы? Советы нужны только в тех домах, где нет товарища собственников жилья и ЖСК. Потому что эти формы уже организовали советы, то есть представительный орган. Мы должны понимать, что совет дома – это представительный орган всех собственников. Соответственно, те дома, где заключен договор управления с управляющей организацией, либо выбран непосредственный способ управления, им необходимо обязательно создать советы дома. То есть это должно быть сделано до июня месяца этого года. Вообще, я правильно понимаю, цель создания совета дома – выстроить эффективное взаимоотношение с управляющими компаниями. Не только требовать какие-то вещи сегодня с управляющей компанией, но и самим принимать какие-то важные решения. Я предлагаю послушать мнение пирамиков и узнать, готовы ли они сегодня создавать совет дома и считают ли они нужным эти вещи делать. Обязательно в любом случае, потому что мы решаем, мы живем в этом доме, мы решаем все эти вопросы, и мы должны в первую очередь определять, что нам нужно в первую очередь. Или ремонт, или что-то другое. Это очень сложно. Я потому что сама управляющая компания работает, я знаю, что людей собрать очень сложно, чтобы сдвинуть их с места. А что нет-то? Мы всю жизнь управляем своим домом. Председатель, пять членов правления, слесарь свой. Вы знаете, сейчас молодые люди есть, но они другими вещами заняты. Только на пенсионерах все держится. Даже обязательно, потому что надо, чтобы все-таки была справедливость. Наверное, надо сделать, только заниматься, то видите, кто будет. У каждого работа, у каждого это самое. Надо, все равно надо. Это будет полезно для всех. Ну, как видим, из запроса пермяки, в принципе, готовы создавать такие советы, но не всегда можно и, наверное, сложно найти вот того самого инициативного человека. Может, сегодня не все понимают цель создания данного совета? В чем важность этого решения? Дело в том, что здесь одно из преимуществ для собственников – это контроль. Контроль за деятельностью управляющей компании, за реализацией тех или иных видов работ. Дело в том, что совет дома – это консолидированное мнение собственников. То есть все собственники должны подчиняться большинству. И совет дома формирует в этом случае заказ для исполнения управляющей организации. Проводит общее собрание, потому что по жилищному кодексу это должны организовывать и делать собственники. То есть определяются приоритеты в выполнении тех или иных работ. И совет дома точно так же может эти работы контролировать. В принципе, создание совета дома – инициатива не новая. Просто в прошлом году она была, скажем так, узаконена, введена в жилищный кодекс. Сейчас как раз предлагаю один из таких ярких примеров посмотреть в нашем сюжете. Собственники квартир на бульваре Гагарина 107-5 в сентябре прошлого года приняли решение о создании совета дома. Старшая по дому Юлия Алексеевна Чувашова стала его председателем. В совет дома вошли и старшие по подъездам. Первым делом совет предложил жителям создать в доме резервный фонд. Вопрос – из каких средств? Установили общедомовой прибор учета и стали платить за тепло по фактическим показаниям счетчиков. Вышло на 20% меньше. 10% из них решили откладывать в резервный фонд. Рассчитали – получилось по рубль 60 на квадратный метр. Возьму конкретно свою квартиру. Значит, 44,8. Значит, резервный фонд составляет у меня практически 72 рубля ежемесячно. То есть я имею и экономию, и в то же время мы формируем резервный фонд. Резервный фонд стали формировать с начала года. Его пополнение отображается в квитанциях за квартплату. За месяц всему дому удается накопить около 5000 рублей. Сумма небольшая, но за несколько месяцев можно накопить на дополнительные работы. Данный фонд мы сформировали для того, чтобы, ну естественно, в первую очередь, на покрытие расходов по отоплению. Если, допустим, зимний период 2011-2012 года будет холоднее, чем период 2010-2011, то есть, конечно же, мы эти деньги пустим на повышение расходов по отоплению. Если в доме не будет перерасхода по отоплению, по решению общего собрания собственников, резервному фонду найдут другое применение. В планах заменить окна в подъездах и провести там косметический ремонт. Ну вот очень важное, на мой взгляд, решение приняли жители данного дома. Они стали формировать некий резервный фонд, да, который, ну скажем, на неотложные нужды всегда у них будет под рукой. А как вы считаете, и вообще расскажите, большие ли полномочия сегодня у Советов дома? Проведение общих собраний, то есть это в компетенции Совета дома. Размещение рекламы на объектах, оформление земельных участков, собственность, например, тоже нужно принимать такое решение. Сдача вариантов тех или иных площадей, капитальный ремонт кровли, либо системы водоснабжения, ремонт подъездов или посадка растений, цветов, то есть ландшафт какой-то, создание, установка приборов учета или организация детской площадки. То есть, соответственно, на Совете дома, понимаете, раньше говорили, мы в коммунальных квартирах все эти вопросы решали, теперь мы живем в коммунальных домах, и нужно учитывать мнение каждого собственника и, соответственно, ну выставлять приоритеты, что важно, клумба или кровля. Ну, такой вот большой перечень, я бы сказала, полномочий, да, у Совета дома управлять своим домом действительно эффективно, нужно, важно, что здесь и сейчас каждому собственнику, да, будет необходимо. Я предлагаю посмотреть еще один сюжет, где Совет был создан в сентябре, и отдачу уже почувствовали все жители. В следующем году дом по адресу Семченко, 15 отметит полувековой юбилей. За все 50 лет капитального ремонта в доме не было. Совместно с управляющей компанией делали работы по текущему ремонту, но для такого дома этого мало. В прошлом году собственники организовали Совет дома. Первый вопрос, который начал решать Совет, это проведение капитального ремонта. В этот Совет дома у нас входит, значит, 4 человека. У нас технар, у нас юрист замечательный, потому что мы противозаконно ничего не можем делать, так что мы все под контролем, у нас работа идет под контрольным. Вот мы еще две женщины пожилые, но с жизненным опытом. Если вот этот наш дом, отремонтировать его, да, он еще простоит лет 50. Первый шаг, который сделали жители, это формирование резервного фонда на капитальный ремонт дома. Определили, что фонд будут ежемесячно собирать с каждого собственника по 7 рублей за 1 квадратный метр жилья. Все понимали важность вложений и почти единогласно проголосовали за предложение. Прежде чем по 7 рублей собирать, нам пришлось работать с жителями дома, с жильцами дома, потому что предметно. У нас сейчас в квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг у нас появилась новая графа – капитальный ремонт. И у нас свой тариф. Мы приняли тариф 7 рублей с квадратного метра. Деньги в доме собирают с сентября. К концу этого года жители планируют собрать почти 300 тысяч рублей. Управляющая компания уже включила в план дома работы по капитальному ремонту. Ну, Елена Юрьевна, тогда, пожалуй, самый важный вопрос – с чего начать создавать совет многоквартирного дома? Начать с проведения общего собрания. То есть в каждом доме есть инициативная группа. То есть на сегодняшний день просто она, может быть, не носит название совета дома. Найти инициативных людей, которые имеют представление об управлении дома, которые должны потратить немножечко своего времени для того, чтобы изучить некоторые нормативные документы. Люди проводят собрания, принимают решения, и эти люди уже проводят обследование дома, составляют планы работы, согласовывают это со всеми собственниками, и заказывают у управляющей организации. Конечно, это дополнительная некая нагрузка. Но нужно понимать, что все, что человек делает через совет дома – это капитализация в его собственное имущество. То есть стоимость его имущества будет расти от правильного управления, соответственно, от правильного формирования заказов. В заключении еще раз заострим внимание. До середины июня в каждом многоквартирном доме, которым управляет управляющая компания, должен быть создан совет дома. Как будет работать этот совет, будут ли оплачивать труд председателя, членов совета, решать собственникам на общем собрании. В любом случае, уже сейчас надо четко понимать, что это новый путь для развития своего дома. Для нас с вами, для собственников жилья, пришло время принимать решения и нести за них ответственность. Это была программа «Мой дом, моя территория». Увидимся. Тема следующей программы – «Внимание! Опасность. Снег на крыше». Вопросы и письма можно отправлять на электронную почту домсобакорефей.ру Одежда для ведущей предоставлена магазином МЭКС. Продолжение следует...